1428 социальных инициатив было представлено на всероссийском конкурсе РДШ территории самоуправления, в том числе и проект ребят школы номер 10 ДДТ «Детство двойняшки театр». И он оказался успешным. По итогам федерального этапа всероссийского конкурса эксперты отобрали 96 школьных инициатив, команды которых примут участие в профильной смене Всероссийского детского центра «Смена» в городе Анапа предположительно в октябре текущего года и поборются за места в финале, в их числе и учащиеся 10-й школы. Идея проекта, связанная с близнецами, по словам заместителя директора по воспитательной работе Ирины Судаковой, которая является сама мамой двойняшек, возникла 4 года назад, но свою реализацию получила только в прошлом году. Проект о близнецах получил название ДДТ «Детство двойняшки театр не случайно». Детство – это уникальный период в жизни человека, время, когда ребенок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых, родителей, педагогов. Дети – главные герои мероприятий проекта, которые способствуют формированию личности ребят. Поэтому первая часть проекта так и называется детство. Гуляя по улицам города, рассказывает она, замечаешь большое количество двойняшек, близнецов и даже тройняшек. Только в одной десятой школе шесть пар близнецов. С этого учебного года уже будет восемь. Близнецы – это невероятное чудо, немногие могут пройти мимо, не задержав на них взгляд. В своем проекте авторы решили привлечь близнецов и двойняшек вместе с их родителями к совместной творческой деятельности. Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни каждого человека, о семейных традициях в современных условиях. Началом нашей работы над проектом стало заседание Школьной Думы, на котором мы определили тему проекта и формы работы его реализации. Цель проекта – создание условий для творческого, интеллектуального, духовно-нравственного, культурного развития личности учащихся средствами театрального искусства, как инновационной формы взаимодействия с семьей, вовлечении ее в образовательный процесс. Проект «ДДТ. Детство. Двойняшки. Театр» представляет собой серию социально значимых дел в рамках трех направлений, которые переплетаются между собой. У нас появилась песня, гимн проекта «Что такое детство?». В январе 2020 года прошел Family Fest – семейный фестиваль театрального мастерства, объединил более ста человек. Мы создали базу данных близнецов и двойняшек нашего города. В ней 49 пар близнецов с 2005 года рождения. Праздник День Матери собрал шесть мам нашей школы с семью парами близнецов. В фотоконкурсе «Двойное волшебство» приняло участие 23 пары близнецов. Самым интересным продуктом проекта стала книга, стихов, сказок и рассказов о близнецах. В книге 28 работ наших школьников. Страницы книги украсили рисунки наших художников. Раскраска для близнецов – это не только интересное, но и полезное занятие. Спектакль «Королевство кривых зеркал» в Новый год собрал в стенах нашей школы 27 пар близнецов. Каждая пара получила сладкий подарок. Сказку мы смонтировали в видеоролик, его можно посмотреть на школьной странице в Одноклассниках. Расскажу сейчас вам случай про двух братьев-близнецов. Один добрый был мальчишка, а другой был шоуном. Доброго Ивашкой звали. Он был ласков и умен, а плохого – Николашкой. Братик этот был хитер. Братья были так похожи, как две капельки воды. Мать с отцом их различали, а соседи не могли. Рано утром на рассвете, никого-то не спрося, Николашка у соседей белого украл гуся. Гусь пропал, соседи в шоке, ищут птицу тут и там. Николашка испугался, гуся спрятал под диван. На другом конце деревни участковый проживал. Он на месте преступления следы братьев увидал. Участковый рассердился, близнецам он в дом пошел. Под диван он наклонился, гуся сразу там нашел. Николай не растерялся, на Ивана все свалил. А Иван от изумления чуть язык не проглотил. Тут отец связался в споры, он ведь братьев лучше знал. Николашке стало стыдно, на колени он упал. Он прощения у Ивана с чистой совестью просил. И Ивашка, добрый малый, брата, близнеца простил. Так что сделаем, ребята, вывод, случай непростой. В этом мире брат за брата должен стать всегда горой. В ходе проекта было создано три семейных любительских спектакля. «Королевство кривых зеркал» в Новый год, «Приключения Лунтика» и его друзей. И «Однажды в Новый год». Нам были очень интересны встречи с мамой выпускника школы номер 10 Титовым Алексеем, звукорежиссером Большого драматического театра в Санкт-Петербурге. И встречи с выпускником школы номер 7, артистом драматического театра и кино в городе Москве Тихомировым Тимуром. Наша театральная сцена в школе расширила представление детей о театре, рассказала об истории театра, известных театрах страны и мира. Считаем, что переоценить работу команды и участников проекта невозможно. Мы хотели вовлечь в свою деятельность большинство учащихся в школы и родителями и были уверены в успехе нашего проекта. Проект ДДТ всколыхнул большой пласт творчества среди детей и родителей. Подростки, увлекающиеся театром, общительнее других, они лучше понимают других людей, у них развита способность к сочувствию и сопереживанию. Кроме того, театр пробуждает талант зрителя, культурного слушателя. И, как отметил Тихомиров Тимур, если театр затронул струны души человека, и человек стал смотреть на мир по-другому, значит, воспитательные воздействия театра есть. Мы с сестрой принимали участие в новогоднем спектакле «Королевство кривых зеркал», где я была Олей, а сестра Ило. Нам очень понравилось выступать, а главное, мы видели радостные лица зрителей от спектакля. Мы с удовольствием читали книгу Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал» и с удовольствием смотрели фильм по этой книге. Поэтому, когда нас пригласили выступать в спектакле, мы с радостью согласились. Спектакль получился веселый, интересный, современный. Конечно, он отличается от книги, но сюжет остался таким же. Нам подступило предложение поучаствовать в спектакле приуроченной новогодней елке и теме двойняшки. Моя дочь Милена участвовала там в роли снежинки играла. Наш папа принимал участие в создании декораций. А я играла роль Анидак. Долго думала, какой должна быть моя героиня Анидак. Ведь этот персонаж злой и корыстный. Так как спектакль предназначался для детей, поэтому хотелось преподнести её немножко веселее, чтобы дети не боялись, не пугались её. Хочу поблагодарить всех, без кого не смогли бы мы сделать этот спектакль. Это, конечно, Ирина Сергеевна, Анжелика Алексеевна. Они нам придумывали костюмы, подсказывали, поддерживали. Первый опыт для нас был очень положительный. Если в дальнейшем от руководства школы будут поступать новые предложения, мы, конечно, будем принимать в них участие. Никогда не отказываемся. Ждём новых идей. Проект «Детство двойняшки театра» сначала участвовал во всероссийской акции «Я гражданин России». И мы стали победителями муниципального этапа, регионального этапа и стали победителями заочного этапа всероссийской акции «Я гражданин России». И летом 2019 года в течение целого месяца ребята, участники данного проекта, были награждены поездкой во Всероссийский детский центр «Смена» в городе Анапа. Осенью 2019 года мы увидели, что проводится конкурс российского движения школьников РДШ «Территория самоуправления». И решили данный проект тоже направить на этот конкурс. И совсем неожиданно увидели, что наш проект вошёл в шестёрку лучших проектов области и был направлен на федеральный заочный этап. И снова команду школы номер 10 ждёт участие в профильной смене во Всероссийском детском центре «Смена». Но пока по эпидемиологической ситуации в стране, пока сроки пребывания детей ещё пока неизвестны. Но мы хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в проекте, тех, кто был нашими зрителями, кто откликался на наше приглашение. Это и родители, и педагоги, и учащиеся 10-й школы, двойняшки-близнецы всего города. Главный результат проекта – это объединение детей, родителей и педагогов участия в различных мероприятиях трёх блоков данного проекта. И, конечно же, великолепные встречи и самые главные слова благодарности от наших зрителей. Детка, сказка и близнецы, взяток с нами, мы все певцы. То, что здесь не умеет мечтать, счастье сможет поймать. Не найти актёров для театра, в школе всех найдём, мы все колланды. Театр, мы родителей позвали с близнецами, Вы припев проходите вместе с нами. Театр, мы родителей позвали с близнецами, Вы припев проходите вместе с нами. Детка, сказка и близнецы, Театр с нами, мы все певцы. Театр, кто в день не умеет мечтать, Сейчас не сможет поймать. Субтитры создавал DimaTorzok